всем доброе утро я не скажу что мне сильно лучше но меня радует то что я могу передвигаться ходить и не испытываю такого дискомфорта большого когда болел например корона и я помню что вообще встать не мог возможно у меня сейчас тоже корона просто я об этом не знаю но уже прошло сколько шесть дней в любом случае я провел его дома ни с кем не контактировал то есть моя совесть чиста если я и болел короной то никого не заразил и я рад что пережил ее более-менее нормально я чувствовал только дискомфорт по вечерам ночью мог проснуться несколько раз и утром на протяжении дня я могу ходить могу спокойно там что-то делать за компьютером передвигаться по квартире там готовить еду потому что вспоминаю когда мы станет болели я просто не мог даже перевернуться на другую сторону это уже было сложно настолько у меня болело все тело я даже вспоминать не хочу и да у меня до сих пор есть симптомы у меня щекочет горло это дискомфорт конечно такой неприятный потому что ты не хочешь начать кашлять чтобы не раздражать свое горло и пытаясь от этого сдерживаться поэтому я пытаюсь пить воду или что-то проглотить чтобы она не так щекотала ну короче я показываю вам то что со мной происходит и есть неприятные какие-то ощущения в теле как будто что-то болит под кожей в ребрах там знаете вот но она как-то так и локально не по всему телу вот в определенных местах как будто что-то болит ну как будто какая-то ломота ладно смотрите я постирал свои вещи это все уже высохло я сушил на балконе высохла все очень быстро вот эти сушилка стоит высохла все за час потому что солнечная погода и когда мне было по вечерам прохладно а просто дождь был несколько дней я даже включал кондиционер на обогрев потому что влажность сильная когда тут начинается дождь температура нормальная но большая влажность сыра и как-то некомфортно поэтому включая кондиционер и вот тоже вещи сохнут сохнут точнее уже высохли вот брюки хорошо бы погладить на них нужно стрелки нагладить они мне очень нравятся не знаю мне нравится кстати вот видите у меня есть целая пачка стирального порошка и вот такая вот гречневая крупа а знаете где ее взял оказывается она у меня была в этом чемодане откуда у меня появился этот чемодан с вещами а все потому что я забрал его у петера питер любезно согласился у себя в квартире оставить мой чемодан когда я ездил в турцию бухарест милан когда меня не было чтобы не таскать этот чемодан потому что он бы мне очень был бы в это время не в тему мне он просто был не нужен и вот он стоял у петера его забрал и оказывается у меня в этом чемодане был стиральный порошок и гречневая крупа я ее не выбросил до минуты беспорядок тут очень кстати неудобно то что все розетки расположены вот здесь вот одна вторая не чтобы было сделать здесь розетки в итоге тут я достал тостер и нужно мне его тащить сюда высовывать что-то чтобы пожарить хлеб либо за чайник переместить сюда воткнуть и кстати я хотел кофе приготовить митя какая-то кофе машина с такими вот крупными капсулами капсулы очень легко в европе перепутать потому что есть множество форматов и множество кофе в машин и к ним подходит только определенная фирма и все этот кофе который я купил мне не нравится то есть была полная пачка ну короче так себе кофе нужно знать какой подбирать их тоже большое разное большое большой ассортимент а кстати у меня закончилась полностью вода видите сегодня утром я проснулся и у меня еще щекотало горло и мне срочно нужно было что что-нибудь проглотить чтобы как-то погасить это щекотание я пошел набрал надо выключить я себе кофе тут приготовил целую чашку и короче я решился набрать воды из-под крана кстати здесь вода из-под крана питьевая считается и это на законодательном уровне это признано но я ее никогда не пью все равно покупаю но ладно думаю выходить на улицу не хочу идти в супермаркет контактировать тоже ни с кем не хочу хотя уже прошло шесть дней у меня уже ну я уже не заразный в любом случае и я вскипятил воду и выпил и вот еще один стакан кипяченой воды я просто кстати кипячу воду и пью ее то есть без чая без ничего но обещая пью потому что у меня чай закончился во-первых и просто пью кипяченую воду горячую это мне помогает для горла я не кашляю но когда у меня есть позывы покашлять я стараюсь сдерживать и что у меня осталось из еды из еды у меня осталось как вы видите немного немножко молока это майонез я немножко его добавляю на хлеб когда делаю бутерброд с тунцом и у меня было три банки тунца сел всего лишь одну за целую неделю у меня остались яйца вот 6 штук один помидор и 2 авокадо и несколько морковок и еще один суп здесь у меня есть гречка печенье вот это печенье тоже кстати было в этом чемодане вот это закончилось и мюсли все и кстати я сегодня здесь последний день я завтра уезжаю поэтому мне на сегодня на завтра видите продуктов которые я купил хватило на целую неделю и я себя ни в чем не ограничивал ну то есть я полноценно ел три раза в день мне этих продуктов которые я показывал а я вам не показывал да я просто я в инстаграме показывал вроде бы что я купил на неделю и вот кто следит за моим 100 инстаграмом те видели что я купил казалось бы продуктов не очень много но и хватило полностью на целую неделю и и чек был на те продукты вроде бы тридцать девять и где-то так 39 евро всего лишь удивительно здесь очень дешевые продукты ну особенно магазины лидл и меркадона вот-вот вообще приходите туда и набираете кучу продуктов и очень дешево и хватает на целую неделю здесь вполне можно если покупать продукты в супермаркете как люди здесь живут на одного человека достаточно наверное 150 евро в месяц и этого полного с полностью хватит на продукт если дома готовить учитывая то что я ненавижу готовить и купил то что легко так сказать можно приготовить или сразу съесть то даже для меня этого было достаточно так возьму я кофе который приготовил сахара нет сахар закончился но но у меня сладкое печенье и поэтому поэтому кофе возможно получится нормально выпить хотя он мне не нравится так зарядка это которую я купил работает все окей потому что я вам говорил что я забыл свою зарядку от айфона главный живот котик видите он на солнечных батареях у него сзади там есть сенсор и вот когда выходит солнце но когда достаточно света в комнате вот он начинает вот так вот ручкой махать при том очень активно ему достаточно даже вот такого цвета то есть не обязательно чтобы на него вот прям сильно светило солнце вот смотрите а если его вот поднесу вообще на солнце он прям вообще спортсмен когда мало света он медленно машет это для тани презент из чайна town в милане есть чайна town там очень широкая улица такой район где очень много китайских магазинов заведений всякой продукции очень красивая улица там приятно погулять вот там котика такого купил и что еще хотел сказать что я не знаю что делать мне с этими вещами вещей как оказывается у меня достаточно то есть я научился их трамбовать в один рюкзак потому что покупаю билеты ну авиабилеты без багажа это выгодно то есть ты можешь вообще за маленький прайс полететь куда угодно там буквально за 15 за 20 за 30 за 40 евро по европе можно лететь куда угодно даже на острова вот я сейчас и лечу тоже достаточно дешево притом это на острова казалось бы на острова должно быть дорого но нет и вот если ты только с рюкзаком это очень выгодно если у тебя чемодан такой как у меня все ты должен за него доплатить еще 100 евро к примеру и потом его таскать потом ну это всегда нужно такси то есть ты не можешь потом от аэропорта или откуда-то еще пройтись пешком просто прогуляться теперь всегда нужно будет вызывать такси таскать его с собой поэтому у меня вообще в планах избавиться от этого чемодана от этих вещей да здесь у меня остались вещи которыми я пользуюсь но я понимаю что мне нужно еще меньше ну то есть их уже осталось и не так много но я понимаю что мне вообще почти ничего не нужно мне достаточно будет только если у меня будет 2 пары штанов 3 футболки одна пара кроссовок если кроссовки порвались а просто те выбрасываю покупаю новые там если у меня будут одни шорты ну там и и все и мне больше ничего не нужно ну трусы носки все и это все замечательно просто помещается в рюкзак я не знаю проблем а так у меня вот несколько вот таких вот теплых есть и вещей олимпийки вот у меня есть много курток вот такая вот есть у меня кстати дорогая куртка это для того чтобы ходить в горы и его покупал киеве не помню она вроде 300 евро строила ну короче я ее использовал не так и часто данная хорошая не пропускает ветер вот в ней комфортно но а по сути я и не пользуюсь потом у меня здесь еще вот одна куртка дизель которую я редко ношу и здесь у меня кожаная косуха достаточно тяжелая здесь кроксы старые кроссовки это чехол от наушников вот рубашка и летние штаны ну что вот еще штаны и вот такая вот теплая вещь ну вы бы ее видели сто раз это new balance и да она вроде удобная но мне всегда в ней жарко вот парит даже когда холодно на улице мне в ней жарко то есть и вот это все мои вещи и вы не поверите мне этого очень много еще вот такая вот куртка так сказать от дождя но если долго в ней находиться под дождем она все равно пропускает воду промокает но если не сильно долго то нормально и вот такого количества вещей мне очень и очень много поэтому для моего образа жизни нужно сократить еще раз перебрать это все и как-то выбрать это хорошие все хорошие вещи остались но как-то нужно выбрать и вот думаю сделать это сейчас либо потом потому что я сейчас буду ехать на острова где планирую много передвигаться переезжать и мне будет этот чемодан не в тему да я могу его оставить в камере хранения и потом его забрать уже на материке но можно прямо сейчас этот чемодан куда-то выкинуть на но оставить возле мусорного бака да кстати чемодан еще дорогой 300 евро этот чемодан стоит это фирменный самсонай немножко жалко конечно но но мне он просто реально не нужен мне он не в тему и и оставить то количество вещей которые влазит в рюкзак и все но я еще подумаю потому что за камеру хранения также нужно платить и потом за ним нужно возвращаться потом опять его тащить и постоянно ты подстраиваешь свои планы под вещи мне не нравится когда вещи руководят твоей жизни ты должен под вещи как-то подстраиваться и так получается что вот вещи тебе диктуют маршрут весь из-за вещей ты не можешь и не может быть таким мобильным не можешь сорваться в любой момент то есть меня это очень бесит вот как у меня появляется вот так вот такое вот положение вещей когда я вижу что у меня много вещей мне это очень давит на психику я люблю быть свободным я люблю так взять и все и я не хочу себя ощущать деревом и там я не знаю как еще вам это объяснить мою мысль думаю уловили так я хотел печенье кофе а печенье у меня вроде бы там вот такое вот дерьмище вам наснимаю и назову это влогом и загружу тут у меня он просто все подряд вот это печенье достаточно сладкое но с корицей и сверху еще посыпано сахаром поэтому к этому кофе без сахара будет нормально потому что сам кофе так себе ладно я вам рассказал как у меня дела все вроде бы хорошо разберусь с вещами и завтра завтра уже утром я отправляю свой аэропорт лечу на острова и будут три недели на островах поэтому я думаю вы за меня рады потому что потому что я рад так я хочу предварительно сделать так знаете две кучки вещей то что я могу выбросить это что я по-любому возьму с собой хотя тут остались те вещи которые все мне нравятся исключительно то что мне нравится это что я бы не выбрасывал но нужно легко расставаться с вещами это то что я всегда делал всю жизнь это является частью меня и вообще моей философии что как бы тебе вещь не нравилась не нужно испытывать к ней привязанность вот сколько бы она не стоила нужно легко с вещами расставаться поэтому невзирая на стоимость вещей невзирая там на другие какие-то моменты просто давайте как-то рационально сейчас сделаем две кучки точнее почему я говорю вам давайте я сам себе сейчас говорю давай саша сделаете сделай это просто да и все скорее всего мне придется помните я недавно купил вот этот костюм розовый шорты кстати я уже выбросил от него потому что я их немножко запачкал они выгорели немного и и я от них избавился а вот верх верх в хорошем состоянии то есть сохранил цвет просто шорт я чаще стирал и они как-то не такие розовые вот а верх сохранился лучше и тоже не сильно дешевая эта вещь но я как бы понимаю что она просто будет занимать у меня место поэтому я ее с собой брать не буду поэтому это это пойдет на мусорный бак также у меня есть вот такая вот куртка бомбер это куртка дизель тоже не очень дешевая она и она мне тоже нравится и как бы ну я похожих ни на ком не видел кстати но я тоже скорее всего от нее откажусь и выброшу потому что это все очень объемно и в рюкзак это все не влезет вот не знаю насчет этого потому что на дело даже не в цене а то что это спец одежда со специальных материалов очень качественная и она действительно не пропускает ветер но при этом не парит потому что другая одежда меня парит и ты не можешь не находиться потому что ты потеешь вот примеру вот эта вещь меня парит это как называется флис да это очень хорошо когда совсем холодно прям если ты отправляешься куда-то в тундру там я не знаю где очень холодно да в этом нормально тут и карманы и внутри удобно и снаружи и там и застегивается ну прям она очень парит и ты в ней потеешь поэтому тоже под вопросом выбрасывает ли вот это вот эту я оставлю потому что знаю что она мне пригодится именно для моих прогулок по горам потому что хорошо защищает от ветра шорты вот такие вот я недавно совсем купил носил всего лишь раза три один раз на концерт и пару раз в городе они мне нравятся вот они брючного типа я люблю брюки вот мне нравится все что такого вот покрою вот мне нравится такой вот поп-панк стиль как вы понимаете вот поэтому я их не хочу выбрасывать хочу еще поносить я не скажу что они самые комфортные кстати это шорты в которых можно кататься то есть видите это специальная серия скейтборде эти брюки выбрасывать я не буду они мне нравятся скорее всего я в них и поеду вот вот это вот и футболка это футболка с вышивкой гуфи вот она уже превращена в тряпку ну то есть хотя в качество футболки и ткани очень высоко то есть я удивлен что вот это вот футболка такого хорошего качества просто я ее заносил очень сильно потому что я в ней спал постоянно как бы не снимая носил и выбрасывать ну как бы как я могу выбросить гуфи поэтому как домашняя футболка для сна у меня рука не повернется ее выбросить видите и нигде ничего не протерлась то есть из-за того что я ее стирал много раз цветной одеждой там не смотрел на температуру вот она немножко вот такого уже вида видите за затасканная но все равно поэтому ее я не выбрасываю так вот эту куртку по-любому оставляю конечно же с гуфи вот этот свитшот тоже оставляю тут тоже большая вышивка вы ее видели вот тут гуфи как живой вообще поэтому это конечно же остается термобелье оставляю эту зеленую футболку тоже оставляя нам не очень нравится под вопросом это белая но она очень тоже качественная но не знаю братью или нет наверное возьму ну вот эти все вещи скорее всего остаются а вот все что в этом чемодане вот вот эти спортивные штаны ну они не занимают много места и они под все абсолютно не очень удобны особенно карманы застегивается по бокам ну то есть очень комфортные штаны кстати и они не широкие такие ну тянутся очень офигенные штаны вот именно вот эта модель а вот все что здесь под вопросом очень не хочу расставаться с вот этой кожаной курткой косухой потому что вы помните какие эмоции она у меня вызвала когда ее нашел это прям та куртка которая мне очень нравится поэтому скорее всего мне придется ее надеть на себя и ехать в ней здесь у меня есть кеды вроде бы да тоже недавно купил но скорее всего придется оставить поэтому кому-то тоже возможно будет полезно кто найдет так это а это вещи которые я оставляю а это которые выбрасываю и не знаю эта штука мне бы пригодилась конечно же но она очень объемная она занимает много места поэтому скорее всего тоже ее выброшу поэтому если мне надо будет я просто возьму и куплю новое когда у меня будет ты не знаю более стабильный образ жизни и у меня будет квартира которая арендована на длительный срок тогда просто возьму и куплю себе новые вещи ну эту куртку у меня конечно рука не повернется выбросить хотя говорил же вам о том что не нужно привязываться к вещами все дела но нам не так нравится поэтому просто нужно и ее носить надеть на себя она просто тяжелая ее прям не в рюкзак никуда не запихнешь эти противогазы заставляют вешать во все съемные квартиры то есть им запрещают сдавать квартиры если не будет вот так вот ведь висеть и какой противогаз ну этот баллон для тушения огня поэтому вот так в этих кроссовках я поеду сумку не хотелось бы выбрасывать рюкзак он яркий и удобный кстати и вот и когда идешь где-то по улицам в тумане тебя заметно и то есть водители проезжающих машин видят тебя далеко и плюс тут светоотражатели поэтому он очень легкий тонкий поэтому я его оставлю постараюсь забрать с собой дальше здесь здесь белье какой-то блин а чего не заметил нужно было постирать ну и хрен с ним просто выброситься тут тоже полно белья а тут вроде бы чистое тоже носки тут нужно будет перебрать какие брать какие нет у них просто очень много эту рубашку и штаны к сожалению придется также отправить летняя моя одежда но такого полно в магазинах без проблем и очень дешево купить что-то подобное так это у меня кроксы кроксы занимают до нелегкие но они занимают много места потому что они объемные поэтому скорее всего они также отправятся мусорному баку но джибицы вот эти я позабираю конечно потому что кроксы можно новые купить а вот джибицы джибицы я собирал выбирал вот видите какие они вот поэтому это заберем кроксы отправиться на мусор чехол вот эти вот этот от наушников моих также мне не нужен то есть он предназначен для хранения там есть определенный датчик магнит это для перевозки чехол такой знаете приятный на ощупь типа оригинальная вещь но тоже она мне нахрен не нужна моя старая кепка то есть на мне вот если вы думаете что когда вы мне говорите с пора уже поменять кепку вот ребята это новая кепка а вот старая кепка и вот этой новой кепки всего лишь несколько месяцев она превратилась в такую же она выгорела это одинаковая модель эта кепка была полностью новой черной всего лишь несколько месяцев назад вот она выглядит точно так же а вот этой кепке уже несколько лет да она ужасно выглядит может вам показаться но не знаю ну не хочется к ней привязываться но ну чего мне привязываться к вещам каким-то да мне немножко жалко и выбрасывать она мне нравится но скорее всего она также отправится на мусорный бак вот здесь у меня мои кроссовки в которых я проходил очень много гор это кстати эксклюзивная модель new balance Таня говорила что именно эта модель на каком-то там сайте или farfetch или как-то стоит больше тысячи евро ну типа знаете как эксклюзивные какие-то модели но кстати качество офигенное ну сколько я проходил в них они до сих пор целые до сих пор можно было бы в них ходить единственная вот дырка но я ее сделал сам потому что я катался на скейте когда катаешься на скейте пытаешься сделать кикфлип или олли вот я попротирал вот эти вот видите нитки это из-за скейтборда это об наждачку стерлась если бы я не катался на скейтборде в этих кроссовках то есть они полностью целы вот за столько лет столько походов они пережили и они очень удобны но 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 они также скорее всего отправятся на мусорный бак так у меня еще есть тоже вот эти штаны кстати дорогие их покупал вместе с этой курткой они тоже очень легкие стрейчевые не пропускают ветер там но они мне если честно вот они кстати и растянулись в поясе как-то да они бы мне могли пригодиться но я понимаю что я их носить скорее всего не буду я в своих обычных штанах если мне нужно утеплиться я вот термобелье могу поддеть и все и просто в спортивных штанах передвигаться то есть эти штаны я понял что вообще не использую поначалу я их в горы брал и потом понял что они мне не нужны да они офигенные да они кстати стоили не дешевле чем эта куртка то есть тоже дорогая вещь так здесь у меня а это у меня жесткий диск тут вот вот это танина дисней кофточка дисней принцесс видите это все что у меня осталось от тани конечно же у меня рука не повернется это выбросить это и дома когда холодно ты надеваешь и тебе тепло уютно так здесь у меня какие-то кабеля фонарик я кстати покупал вот хороший алюминиевый фонарик с регулируемой дальностью свечения довольно мощный вот это нужная вещь останется шляпу придется также она кстати много раз у меня рвалась я ее зашивал то есть вот эти штуки вот эти нитки вытаскивались и вот она портилась периодически я ее зашивал но такие шляпы везде продаются и это то что я себе оставлю и скорее всего вот это количество вещей мне поместится в рюкзак а и самое главное этот чемодан также также отправиться чемодан классный он огромный выносливый качественный но эти вещи вместе с чемоданом отправиться на мусор все вот а это то что остается у меня все гуфи мой хороший компьютер вот это оставлю шорт и оставлю очень понравились эти шорты то есть и комфортно их постоянно ношу они легкие и вот они кстати вот такого цвета вот они выгоревшие вот они такие и были и мне нравится что они вот так выглядит как тряпка все разобрались ну только что произошел очень даже положительный момент в вопросе что делать с чемоданами и как вы видите я уже принял решение что буду наверное избавляться от вещей но буквально через полчаса как я вот перебрал разобрал все эти вещи мне написал петер спросил как у меня самочувствие но он знает ну судя с моих влогов о том что я заболел спрашивает как я себя чувствую и спросил меня когда я уезжаю я ему сказал что у меня самолет уже завтра и петер меня сам спросил о том нужна ли мне помощь с чемоданом и вы знаете это так кстати было потому что ну я как раз в этот момент решает этот вопрос и я отвечаю петером что как раз сейчас этим вопросом занимаюсь думаю как правильнее поступить и петер мне предложил просто заехать ко мне домой на машине забрать мой чемодан перед самолетом и это конечно же лучший вариант потому что у меня сохранится чемодан ну и сохранятся вещи которые мне в принципе могут конечно же пригодиться в будущем поэтому я планирую от них избавить от их избавиться возможно кому-то подарить чтобы у меня было меньше вещей потому что мой образ жизни вы поняли ну для меня будет удобнее если у меня будет меньше вещей у меня не будет вот этого большого чемодана поэтому откладывается вот эта акция поэтому очень приятно что Петер меня об этом спросил и позаботился меня реально это выручит и так что буду их обратно сейчас складывать и смотрите просто какая погода замечательная за все время было всего лишь два дня дождливых кстати видите у меня тут здесь внизу бесплатная парковка для караванов офигенно вот я сюда ложусь и просто загораю вот здесь прям максимальная жара у меня на балконе я раздеваюсь и принимаю солнечные ванны и в Продолжение следует...